Максим Гаусс. Показатель силы. Армада. Книга третья. Реванш. Глава первая. Доминион одобряет. Барнс осторожно выглянул из-за корпуса обгоревшего транспорта, быстро оценил обстановку и спрятался обратно. После того, как он сбил транспортник Киаркнеров, прошло уже около двух часов. Как ни странно, но газонокосилка пропала из поля зрения, по-видимому, убравшись обратно на базу. Некоторое время сержант еще ожидал появления новых противников, но почему-то никто так и не появился. Нужно было что-то делать, без костюма и транспорта много не навоюешь. Да и убежать далеко не получится. Да, его паладин еще функционировал, но работал на честном слове. Сержант снял поврежденные кислотой элементы, оставив только шлем на грудник и на бедренник с бронеботинками. Часть бронепластин пришлось снять. Все сожгла нереально едкая кислота. Из скромного набора штатной электроники скафа почти ничего не работало. Теперь командирский паладин сержанта выглядел странно. Изящная куча крашеного металлолома, которую кое-как натянули на каркас. Порывшись в обломках сбитого корабля, сержант не нашел ничего полезного. Оказалось, что этими кораблями вообще никто не управляет. Ну, почти. В обгоревшей кабине обнаружилась лишь какая-то разбитая капсула с бесформенной темной биомассой, из которой тянулись темно-зеленые тентакли, скрываясь где-то в недрах своеобразной панели управления. «Типа автопилота, что ли?» – пробурчал сержант, ковыряя металлическим прутом нечто бесформенное, еще совсем недавно бывшее живым. «Вот уроды, а!» Скорее всего, так оно и было. И по поводу уродов тоже. Барнс попробовал отыскать свой рельсотрон, но его уже безнадежно испортили, проплавив кислотой. Теперь из оружия у сержанта осталась только импульсная винтовка с почти севшей батареей. Пистолеты, трофейная снайперская винтовка пришельцев. Чем она стреляла, десантник так и не разобрался. Ее корпус был практически монолитным, не было ни батарей, ни контейнеров под боеприпас. Да и на теле снайпера не нашлось ничего, что походило на то, чем можно стрелять. Вообще инопланетное оружие существенно отличалось от того, что использовала Федерация. Именно поэтому никто из десантников не торопился брать себе добытое в бою оружие инопланетян. Слишком оно непредсказуемо. Что, никого нет дома? Процедил Барнс, через зум разглядывая взлетную площадку. На ней еще находились два дымящихся корабля, которые он ранее оперативно вывел из строя ракетницей. На первый взгляд так и оказалось. Почти все видимое пространство было чистым, даже патрулей не было. Это серьезно сбивало Барнса с толку, но останавливало понимание реальности. Логику действий Киаркнеров понять сложно. Можно легко ошибиться с выводами. Из возможных действий десантника незаметно пробраться на базу, отыскать новый скав и угнав какую-нибудь технику, побыстрее свалить. Либо вообще бежать куда подальше. Но разве это разумно? Интересно, добралась ли до бункера Анна и выжил ли Алекс? Ладно, пора действовать, процедил Барнс и решительно полез на стену. Идиоты! Да организуйте мне, наконец, связь! Вскипел Джефферсон, когда понял, что очередная попытка сеанса связи с Калипсо провалилась. За что я вам только плачу? Некоторое время на мостике тяжелого десантного крейсера «Посейдон» было тихо, лишь шумела навигационная аппаратура. Оборудование справно, может там просто некому отвечать? Бывший начальник колонии резко обернулся и недовольно посмотрел на высокого крупного человека в летной форме, без знаков различия. Да, как ранее и говорил майор Ратлер, никакого бригадного генерала Дроммеля не существовало. Был только наемник с тем же именем, который ранее действительно служил федерации, но был разжалован и с позором уволен. Такие подробности Ренегата не интересовали, а вот его боевой и командный опыт – да. Менее года назад Джефферсон привлек разжалованного генерала к своему авантюрному плану. Задача Дроммеля была проста. На некотором расстоянии следовать за грузовыми кораблями, идущими на Калипсо, избивать со следа слишком уже настырные патрули федерации, обставляя все так, будто бы это дело рук пиратов. Неоднократно случалось так, что при обычном осмотре грузовых кораблей выяснялось, что вместо добывающего горного оборудования на Калипсо зачем-то везут сложные модули для производства оружия, детали, боеприпасы. Такая нежелательная информация угрожала всему плану, поэтому приходилось действовать жестко. Ренегат Джефферсон называл такие операции плановой чисткой. Патрульным кораблям сначала глушили связь, а затем расстреливали из дальнобойных фазеров. Сейчас, в непосредственной близости от третьего спутника Юпитера, находились сразу четыре боевых корабля, но на них не было маркировки принадлежности к федерации, на них вообще не было никаких знаков принадлежности. Тяжелый десантный крейсер, авианосец и два легких корабля прикрытия. Частная боевая группа, купленная за личные средства Джефферсона. Дромель! Когда мне будет нужен совет пирата, я об этом спрошу, сверкнул глазами разъяренный Джефферсон. Ты разве забыл, что здесь уже должен находиться крейсер федерации? Как там его Фауст, да? Этот проклятый выскочка полковник Тангер первым вызвался для командования экспедиции, а он очень настырный, может что-нибудь вынюхать. Но на орбите ничего нет, перебил его помощник капитана Посейдона. Ты хорошо посмотрел. Да, здесь вообще ничего, ни обломков, ни каких-либо других следов. Думаешь, они попросту не дошли сюда? Ренегат задумчиво закусил губу. Не может такого быть. Еще раз просканировать верхние слои атмосферы. Каждый сектор, каждый квадрат. Это уже сделано. Чисто. Хм. Тогда какого хрена нет связи с колонией? А орбитальная станция, мать вашу, где? Орбита Калипса свободна. Замечено, что атмосфера пронизана мощными электромагнитными бурями. Возможно, связи нет как раз из-за них. Глава колонии стоял на мостике и сильно нервничая, сжимал поручень так, что аж пальцы побелели. Его распирало от злости и страха. Джефферсон понятия не имел, как обстоят дела на Калипса и куда подевался его компаньон Доггер. Если в федерации узнают о его намерениях, его ждет жестокая казнь. Так, Дромель, еще раз напомни, какие силы у тебя в подчинении? Тысячи человек, почти все бывшие военные, участники силовых ведомств, наемники. Сто единиц техники, танки, штурмовые роботы, легкая бронетехника. Но без предварительной разведки высаживать десант это непростительная ошибка. Все хватит, вскричал Джефферсон, ударив ботинком по переборке. Через сколько мы выйдем на орбиту Калипса? Двенадцать часов. Почему так долго? Ай, ладно, готовьте полномасштабную высадку. Но так нельзя. Джефферсон побагровел. Я тут решаю, что можно, а что нет. За те бабки, что я вам плачу, вы будете делать именно то, что я считаю нужным. Это ясно? Я медленно шел по пустому коридору, ведущему к главным гермоворотам. Сигнал тревоги все еще работал, но теперь вой не раздражал уши. Все ограничивалось только мерцанием красных аварийных ламп. Нервничал ли я? Нет, совсем нет. Сначала мне это показалось странным, но я быстро привык. За то время, пока я был без сознания, со мной определенно что-то произошло. Если раньше я начинал паниковать, нервничал, совершал ошибки, то теперь ничего этого не было. Я думал лишь о том, как будет проходить разговор с высокотехнологичными и непредсказуемыми доминаторами. Еще ни один из встреченных нами роботов не обладал способностью говорить. Все циклоны, пауки и техники ранее даже не пытались войти в контакт. Что же изменилось? Секунды тянулись медленно, было относительно тихо. Почти все десантники были здесь, у входа. В короткие сроки тут была организована целая система обороны. Жаль, только последний уцелевший голиаф сюда не вместился. Я могу помочь? Ко мне подошел один из сержантов. Открывайте гермодвери. Я не получал такого приказа от майора Ратлера, возразил тот, оглядываясь на бойцов. Открывайте, повторил я. Я выйду. Доминаторы не будут нападать. Я не могу, приказ. Субтитры сделал DimaTorzok